За прошлый год количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса возросло до 48,5 тысяч единиц, что превышает плановый показатель на 3,2%. Поступление налогов за первый парт по сравнению с прошлым годом аналогичным периодом увеличилось на 115%. То есть есть позитивы, есть динамика развития бизнеса и, конечно, это все для развития региона. По словам руководителя региональной палаты предпринимателей Ирканата Мусулманбека, главной проблемой являются земельные споры. Впрочем, существуют и другие, не менее важные. За прошлый год зарегистрировано 8 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса. В этом году отмечено 3 факта. Однако, существуют случаи взяточничества среди самих предпринимателей. В ряд задач антикоррупционной службы входит в защиту бизнесменов от незаконных посягательств чиновников, устранение барьеров, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности. Все же предприниматели также должны осознавать социальную ответственность. Антикоррупционная служба Кмолинской области на постоянной основе взаимодействует с региональной палатой. Наши сотрудники входят в Совет по защите прав предпринимателей. Что касается предпринимательского сообщества, то одним из приоритетных направлений деятельности антикоррупционной службы как раз таки является и защита малого и среднего бизнеса. Развитие Кмолинской области мы уделяем большое внимание. Очень сильный экономический, очень серьезный прирост идет, и эта статистика этому показывает. Мы провели опросы предпринимателей. У нас Кмолинская область в хороших таких середнячках. Сейчас ситуация улучшается. Мы это видим и на цифрах. Рост внутреннего регионального продукта показывает достаточно большое. Динамика развития в целом экономической отрасли положительная. В завершении встречи омбудсмен поблагодарил присутствующих за активную работу. В свою очередь отметил, что проблемы бизнесменов региона будут контролироваться и постепенно решаться. Продолжение следует...